10 ноября день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД Республики Беларусь. В текущем году эта дата особенная. Исполнилось 100 лет со дня образования советской милиции. В Орше оба праздника отметили в торжественной и одновременно теплой обстановке в городском центре культуры Победа. В фойе городского центра культуры Победа встречали ветеранов молодые танцовщицы и приглашали каждого повальсировать. А затем в зале стартовала торжественная церемония. Со словами благодарности и поздравлений выступил начальник Оршанского РОВД Анатолий Сильченко. Он же вручил награды и грамоты тем, кто до сих пор поддерживает непосредственную связь с отделом. 10 ноября – особый день и знаменательный праздник в системе органов внутренних дел. Он символизирует преемственность поколений и глубочайшее уважение к лучшим традициям ведомства, которое в этом году отметило вековой юбилей. В честь столетия советской милиции – это знаменательная дата. Во-первых, на этом столетии выросло почти несколько поколений советской милиции, бывшей, нынешней белорусской милиции. Функции милиции, что советской, что белорусской, они не меняются. Они на сегодняшний день что? Видоизменяются только. В соответствии с тем, как развивается государство, так, естественно, совершенствуются формы и методы работы нашей милиции. Мы постоянно стремимся к тому, чтобы ряды ветеранской организации увеличивались. Это обосновано тем, что ни один ветеран не должен сегодня быть забыт. Особенно те, которые перешли уже 60-летние, 70-летние. У нас все такие, которые пришли в милицию служить в 50-х, 60-х и 70-х годах. Поэтому пожилого возраста ветеранская организация нацелена на то, чтобы оказывать им материальную поддержку. Поздравляем с юбилейными сдатами, вручаем медали, посещаем на дому, оказываем помощь в других вопросах семейно-бытового характера. И хотим, чтобы те традиции, которые были заложены в советской милиции, остались сегодня. К нам пришла достойная смена. Просто изменились условия их работы. Прошло компьютерные технологии. Значит, сложнее стало работать, но работать надо. И мы надеемся, что мы уже не доживем до 100-летнего юбилея, 2-го 200-летия, а они будут продолжать все наши славные традиции. Хочется сказать большое спасибо совету ветеранов. У нас создан большой совет ветеранов. Входит 13 человек. В основном это заслуженные все люди, которые прожили более 25 лет, и именно чисто милицейской службы. Прошли от курсантов школы и милиции, прошли все ступени служебной деятельности. И сегодня продолжают на общественных началах оказывать помощь как мне, председателю ветеранской организации, так и всем нашим ветеранам. Хочу сказать большое спасибо отделу идеологической работы Оршанского РОВД. Значит, мы на протяжении, я вот 4 года возглавляю уже ветеранскую организацию, работаем в тесном взаимодействии с руководством, с отделом идеологической работы, значит, и фактически плечо в плечо они вместе с нами нас поддерживают, значит, оказывают посильную помощь, не забывают нас. И мы за это им благодарны. Хочется сказать, что большое спасибо тылу надежному ветеранскому, это же онам, которые прошли практически всю жизнь вместе с нашими бывшими работниками, нынешними пенсионерами. И сегодня подставляют им плечо, как и подставляли раньше. Хочу пожелать им крепкого здоровья, семейного благополучия, и чтобы жизнь у них продолжалась, чтобы внуки их радовали, чтобы в семье был порядок, чтобы было мирное небо над головой. Каждый из ветеранов за время нелёгкой милицейской службы внёс значительный вклад в дело защиты Отечества. А нынешнее поколение, несомненно, помнит и ценит эти заслуги, а также достойно продолжает традиции. Мы очень тесно взаимодействуем с ветеранами Оршанского РОВД. Мы никогда их не забываем, постоянно посещаем их по месту жительства, поздравляем их со всеми праздниками. И они нас всегда очень горячо и тепло встречают, они всегда нас ждут. И нам это очень приятно. И мы тоже их не забываем и постоянно рядом с ними. Они делятся с нами опытом, рассказывают нам интересные истории о том, как им служилось в РОВД. Дают нам какие-то напутственные слова и верят в нас. А мы равняемся на них. Дорогие ветераны, уважаемые коллеги, я хочу всех поздравить с этим праздником, пожелать всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, ну и долгих лет службы. На сегодняшний день ветеранская организация районного отдела внутренних дел насчитывает 148 человек. Все они отдали лучшие годы жизни беззаветной службе в органах внутренних дел. На празднике в городском центре культуры «Победа» ветераны вспоминали службу, общались с молодыми милиционерами. И, конечно же, наслаждались поздравлениями и творческими выступлениями артистов Оршанского региона. В этот день не изменяем мы традиции, и примите поздравления, друзья. Ну, конечно же, ребят, с днём милиции, в этом слове «жизнь моя» и «жизнь моя». Наши волны синеют с каждой встречею, и сквитая в этой жизни мы сполна. Галина Башкова, Алексей Цибульский из городского центра культуры «Победа».